В конце мая ассортимент удачников небогат. На реализацию в основном будут весенние овощи и рассада. Понятно, что огромное состояние на таком товаре не заработаешь, но пополнить семейный бюджет небольшой копеечкой вполне можно. Вот смотрите, какая прелесть. Зелененький такой, лучок какой красивый. Лидия Алексеевна по местным меркам предприниматель со стажем. Овощами со своего огорода на рынке в Степно она торгует с тех пор, как ушла на пенсию. Говорит, в бизнесмена пошла не ради удовольствия. А задача много платить? Пять тысяч? И вот надо же выручку делать. Лидии Малютиной место досталось бесплатно. Что не скажешь про ее коллегу с центрального рынка. Нина Еворская за аренду своего небольшого места под солнцем рыночного бизнеса платит 100 рублей в день. Но все равно не жалуется, понимает, конкуренция у нее немаленькая. Стол, да, здесь все предоставляют на базаре. А что еще кроме того, что доставили? Ну, больше ничего. А все потому, что у Нины Еворской нет книжки садовода. Это главные условия предоставления бесплатного рыночного места. Для тех же, у кого она есть, торговать пустят. Без вопросов и без денег. Из 25 торговых объектов, предоставляющих торговые места для дачников, садоводов, любителей и производителей местной сельхозпродукции, будут предоставляться 1233 места. И эта цифра не последняя, эта цифра не крайняя. В случае необходимости места будут, количество мест может увеличиваться. Количество мест зависит от того, насколько велик по площади сам рынок. Вот выходит, что центральный на себя берет почти половину садоводов. Но даже при таких условиях многие просто отказываются сюда идти. Вышла, продала и дома. Уже ноги не ходят. По рынкам ходят. А вот о том, что такая торговля с земли должна уйти в историю, считает председатель союза садоводов. По ее мнению, на рынке удобнее и больше шансов продать. Хотелось бы верить в то, что с таким же радушием, с каким сегодня нас принимают, с таким радушием будут принимать и садоводов. И тогда садоводы, конечно, с большим удовольствием, я так думаю, пойдут на рынки. Помидоры из Самары, яблоки из Астрахани и бананы, которые явно родились не на Оренбургской земле. Такую продукцию чиновники тоже порой встречают в продаже у местных садоводов-любителей. За иноземный товар, конечно, не штрафуют, но и просят доброту в коммерческих целях не использовать. В противном случае выбирать, ты или садовод, или предприниматель. Ольга Патрушева, Виктор Горшенев, Наше время.